Есть такая профессия преступников охранять. И не только охранять, но и конвоировать, контролировать их поведение и оказывать психологическую помощь. Все эти функции выполняет Федеральная служба исполнения наказаний. Познакомиться с работой управления получили возможность выпускники ульяновских школ в рамках дня открытых дверей. Обычно посторонним сюда вход строго запрещен, однако для школьников сделали исключение. Шансом заглянуть в закрытые двери воспользовались многие. Зал еле вместил всех желающих. Всего в стране семь вузов, которые готовят специалистов для последующей службы в уголовно-исполнительной системе. В Рязани, Самаре, Владимире, Воронеже и Вологде. Отсюда выходят юристы, психологи, экономисты, кинологи и соцработники. Ребятам рассказали об условиях поступления в ведомственные вузы в СИН, социальных гарантиях курсантов учебных заведений и последующей службы в учреждениях уголовно-исполнительной системы. С первого дня обучения наш курсант является уже сотрудником уголовно-исполнительной системы, получает заработную плату полноценную. Допустим, на первом курсе это стипендия или заработная плата порядка 12 тысяч рублей. В последующем, ближе к окончанию вуза, это 19-20 тысяч рублей. Плюс к тому, полное гособеспечение в плане проживания, обеспечение форменной одеждой, питанием. Среди гостей оказались не только юноши, но и девушки. Неженскую профессию, как может показаться на первый взгляд, уже давно успешно осваивают представительницы прекрасного пола. Выпускница псковского филиала Академии в СИН Маргарита с выбором профессии долго не колебалась и ничуть не пожалела, о чем и поведала гостям. За все пять лет обучения я ни разу не пожалела о том, что я поступила, потому что помимо теоретической части, очень много практических преподавателей вкладываются в каждого курсанта, делают из него личности. Сюрпризом для детей стала выставка оружия и специальных средств, состоящих на вооружении в уголовно-исполнительной системе, организованной отделом специального назначения «Шквал». На встрече присутствовали учащиеся Ульяновского авиационного колледжа. Студенты принимают активное участие в военно-патриотических играх. В качестве шефской помощи от Ульяновского управления в СИН им была вручена специальная форма для участия в военно-патриотических мероприятиях. Дарья Сударева, Руслан Баталов. Новости Ульянской правды.